Представьте себе двух молодых людей, стоящих по разные стороны невидимой границы холодной войны. Один в степях Казахстана, другой во Флориде под палящим солнцем. Что бы вы почувствовали, узнав, что каждый из них готовится покорить космос совершенно по-разному, что их тренировки не просто отличаются, они противоположны, как два мира, породивших их. Долгие годы это оставалось тайной. Но за триумфами космических держав скрывались драматические истории подготовки людей, чьи судьбы стали заложниками величайшего противостояния в истории человечества. Осень 1959 года выдалась напряженно. СССР только что потряс мир запуском первого спутника, а Америка лихорадочно искала способ догнать и перегнать советских конкурентов. В этой гонке решающим фактором стали не только ракеты и технологии, но и люди. Те, кто должен был подняться в небеса первыми. Однако подходы к их подготовке оказались настолько разными, что даже сегодня эксперты спорят, кто же был готов лучше. В 1959 году в СССР начали формировать первый отряд космонавтов. Военный инженер Василий Лесников, работавший в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, позже вспоминал. Отбирали молодых летчиков-истребителей с налетом всего 200-400 часов. Можете представить, едва оперившиеся пилоты, которым предстояло стать первооткрывателями космоса. Критерии были просты. Идеальное здоровье, крепкие нервы, преданность делу. А главное, готовность рискнуть всем ради страны. Американцы действовали иначе. Когда в 1958 году начался отбор первых астронавтов, требования поражали своей жесткостью. Не менее 1500 часов налета. Безупречная репутация. Высшее образование. Это были не просто летчики. Это были асы, прошедшие огонь и воду. Что бы вы сделали, окажись на их месте, зная, что конкуренция безжалостна, а цена ошибки – конец карьеры. Но самое шокирующее открылось позже. Долгие годы это скрывали, но советские космонавты готовились по принципу «сиди, жди и наблюдай». Корабли «Восток» и «Восход» создавались максимально автоматизированными. Инженеры не доверяли пилотам управления в обычном режиме. Ручное вмешательство разрешалось только в аварийной ситуации. Лесников вспоминал. Управлять космическим кораблем вручную разрешалось только при отказе автоматики. Остальное время сиди, наблюдай, анализируй и жди от старта до посадки. Свидетели были в шоке от увиденного, когда узнали. В течение 1960 года отобранные советские первопроходцы на самолетах самостоятельно не летали вообще. Их готовили кратким курсом, прочитали лекции по космической технике и навигации, показали корабль, дали покрутить рычажки на учебном тренажере. И все. Никто не мог предположить, что такая подготовка может оказаться достаточной для полета в неизвестность. Американские астронавты тренировались совершенно по-другому. Они сразу начали практиковаться на тренажерах, практически полностью имитирующих систему управления корабля «Меркурий». Моделей было создано две, и каждый астронавт проводил сотни часов, отрабатывая каждое движение до автоматизма. Они постоянно поддерживали летные навыки на реактивных самолетах, тренировались в гидробассейнах, проходили центрифугу. Это была система, где каждая минута подготовки была просчитана и обоснована. А в звездном городке тренажер «Подвосток» появился только летом 1961 года, уже после полета Юрия Гагарина. Эти слова потрясли всех присутствующих на совещании в НАСА, когда они узнали эту деталь. Американцы не могли поверить, как можно отправить человека в космос, если он ни разу не тренировался на настоящем симуляторе. Но самое страшное было в другом. Параллельно американцев активно готовили к невесомости. На центрифуге, в летных лабораториях, в гидробассейнах. В СССР же же собственная центрифуга в Центре подготовки космонавтов была построена только в 1973 году. До этого тренировки проводились на трофейной немецкой центрифуге. Гибробассейн появился и того позже, в 1980 году. К невесомости советские летчики готовились примитивно, полетами во второй кабине истребителя МиГ-15, где на несколько секунд возникала малая невесомость. Можете представить, каково было женам и детям космонавтов? Они знали, их мужья и отцы готовятся к смертельно опасному полету, но не понимали, насколько примитивна эта подготовка. Жена Германа Титова, второго космонавта СССР, позже призналась. «Я ночами не спала. Молилась». Герман уходил на тренировки и возвращался изможденным. Но он никогда не жаловался. Говорил только «все будет хорошо. Я справлюсь». И тут произошло невероятное. Несмотря на минимальную подготовку, советские космонавты летали и возвращались живыми. Гагарин совершил свой исторический полет, проведя на орбите 108 минут. Титов летал целые сутки. Терешкова стала первой женщиной в космосе. Леонов первым вышел в открытый космос. Как им это удавалось? Лесников давал четкий ответ. Отказавшихся от подготовки к космическому полету не было. Но не было и нормальной подготовки. Было сплошное ожидание очередной даты старта и поддержание хорошей физической формы по мере возможности. Советские космонавты компенсировали недостаток технической подготовки силой духа, выдержкой, готовностью идти в неизвестность без гарантий. Американская система строилась на противоположных принципах. США берут готового яркого специалиста и отправляют его в космос после тщательнейшей подготовки. В СССР из любого человека, будь он хоть трижды ярким специалистом, сначала делали космонавта, закаляли характер, проверяли выносливость, испытывали волю и только потом отправляли в полет. Чтобы вы почувствовали, узнав, что советские космонавты получали в основном теоретические знания, занимались с опытными наставниками в классах, изучали конструкцию кораблей по чертежам. Тогда как американские астронавты большую часть времени проводили на симуляторах, в гидробассейнах, на реактивных самолетах, имитирующих невесомость. Они получали сертификаты аквалангистов, летали на истребителях, отрабатывали каждый маневр сотни раз. Разница в подходах объяснялась конструкцией кораблей. Американские аппараты создавались для профессиональных пилотов, по-самолетному, чтобы им было удобно управлять. Советские корабли проектировались под конструкторов, которые сами, возможно, мечтали попасть в космос. Вместо привычной летчику ручки управления, за которую держались двумя руками, предложили рукоятки реостатного типа, которые можно было ухватить только тремя пальцами. Совсем как для инженера в лаборатории. Долгие годы это оставалось тайной, но психологическая нагрузка на советских космонавтов была чудовищной. Они не знали точно, когда их запустят. Могли готовиться месяцами, а потом услышать «летит другой». Семьи разрывались от неопределенности. Дети не видели отцов неделями. Жены плакали по ночам, не понимая, почему нельзя хотя бы позвонить. Американские астронавты тоже страдали, но по-другому. Их мучила жесточайшая конкуренция. Каждый хотел быть первым. Каждый боялся ошибиться и потерять место. Тренировки были изнурительными. По 18 часов в день, без выходных, без права на слабость. Но они точно знали график, понимали свои шансы, видели прогресс. К середине 60-х годов разница стала очевидной. США в программах «Меркурий» и «Джемини» с 1961 по 1966 год осуществили 16 пилотируемых запусков, в которых участвовали 19 астронавтов. Причем семеро совершили по два полета. Накопили бесценный опыт. СССР за тот же период выполнил только 8 миссий. И у всех 11 космонавтов был лишь один полет. Свидетели были в шоке от увиденного, когда американцы начали обгонять СССР по опыту и количеству полетов. Фактически к 1965 году США уже опережали Советский Союз по целому ряду показателей. Астронавты накопили больше часов в космосе, отработали стыковки, выходы в открытый космос, маневрирование. Они были готовы к штурму Луны. Но советской системы был свой козырь. Благодаря фундаментальной медико-биологической базе, заложенной еще в 50-х годах, СССР создал уникальную систему подготовки, которая позволяла сделать космонавтам практически любого здорового человека. Первый космический турист полетел именно с Байконура, потому что советская, а позже российская система, умела готовить к космосу даже непрофессионалов. История Валентины Терешковой – яркий пример. Работница текстильной фабрики, парашютистка-любительница стала первой женщиной в космосе после короткого курса подготовки. Можете представить шок американцев, когда они узнали об этом? В НАСА считали, что для космоса нужны только высококлассные профессионалы с тысячами часов подготовки. А тут простая девушка летит на орбиту и справляется с заданием. Что бы вы сделали на месте советских космонавтов, зная, что американцы готовятся лучше, дольше, профессиональнее, но вы все равно должны быть первыми? Эта психологическая нагрузка была невыносимой. Алексей Леонов перед первым выходом в открытый космос не спал трое суток, понимал, что выход может закончиться трагедией. Но молчал, не показывал страха. Жена узнала о его переживаниях только через много лет. Американские астронавты тоже боялись, но у них был протокол на каждый случай. Сотни часов отработки каждого движения, страховки и дублирующие системы. Они знали, если что-то пойдет не так, есть план Б, план В, план Г. У советских космонавтов часто был только план А. И железная воля довести его до конца любой ценой. Эти слова потрясли всех присутствующих, когда астронавт Томас Стаффорд после совместного полета «Союз-Аполлон» в 1975 году сказал, «Советские космонавты – самые смелые люди, которых я встречал. Они летают на технике, которая у нас не прошла бы сертификацию, и при этом улыбаются. Это не безрассудство, это мужество». История великих противостояний показала, нет единственно правильного пути к звездам. Советская система воспитывала героев духа, способных преодолеть любые трудности силы и характера. Американская система создавала профессионалов высочайшего класса, готовых к любой ситуации технически. Обе системы работали. Обе дали миру великих людей. Сегодня, когда российские космонавты и американские астронавты работают бок о бок на Международной космической станции, они наконец поняли – их противостояние было искусственным. Настоящий враг – не друг друга, а бескрайний и беспощадный космос. И только вместе, объединив советскую стойкость и американский профессионализм, человечество может покорить его. Если эта драматическая история великих противостояний заставила задуматься о цене космических побед, о людях, которые жертвовали всем ради мечты, поставьте лайк и напишите в комментариях, как думаете, чей подход был правильнее – советский или американский? Кто был готов лучше к космосу? Поделитесь своими мыслями о тех временах, когда две страны соревновались за небо. Подписывайтесь на канал «Вспомним СССР». Впереди еще много историй о людях, которые меняли мир. Спасибо, что были с нами.